Я нахожусь в глубоком сибирском лесу, и сегодня я научу вас самые важные вещи в вашей жизни, которые должен знать абсолютно каждый, которые пригождается абсолютно регулярно. Это взрыв листочка. Взрыв листочка осуществляется двумя руками, и меня в свое время этому научил не помню кто. Я вообще не помню, как я научился. Возможно, мой сенсей показал мне принцип, да, ну то есть показал мне, каким образом он это делает. А я потом уже методом проб и ошибок, собственно, добился желаемого результата. Что это такое? Давайте я вам сразу же покажу. Вот я нахожусь в лесу. Здесь довольно много деревьев, и я могу взять абсолютно любой листочек, который, собственно, никому не нужен, никому хуже от него не станет. Могу положить его на свою руку, главное, чтобы ветром его не снесло, и ударить по нему сверху. Вот основная техника сейчас, сейчас, ветер мешает порой, да, это всегда проблема. Итак, во-во-во, ветра нет. Итак, один удар. Я думаю, было слышно, что звук был совсем нетипичный для самого обыкновенного хлопка. Вот давайте. Гулкий, гулкий ужасный звук. Ничего интересного. Беру листочек, еще раз показываю, еще раз показываю. Беру листочек. И... Ну, был звук не такой яркий. Бывает такой звук, что аж с деревьев начинают иголки сыпаться, да, ну и сотрясается земля. Сейчас не получилось, но это зависит от листочка, от удачного положения руки и так далее. Итак, господа, в каких случаях это может пригодиться? Это может пригодиться, когда вы, например, ждете женщину, которая красится по 20 часов, да, у нее возле подъезда, например, и там много деревьев, вам скучно, делать нечего, телефон вас не развлекает, либо он сел, или что-нибудь еще. Так вы берете никому не нужные листочки, которые не являются мусором, да, вы взорвали, выкинули, он на следующий день уже перегнил. И развлекаете себя просто невероятным образом. Итак, берете, типа ждете, смотрите, люди вокруг ходят, а может быть и не ходят вам наплевать на людей, но вы можете потренироваться, повзрывать листочки, поразвлекать себя и скоротать время. Ну, это нужно не только, когда вы ждете женщину, это нужно в миллионе других случаев, когда вы вынуждены просто стоять и чего-то ждать. Итак, ребята, для того, чтобы объяснить вам технику наиболее хорошо, я подойду и буду показывать все вблизи. Так, фокус, 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 отлично. Смотрите, господа, вам нужно сформировать цилиндр, цилиндр из ваших пальцев. Я думаю, это способен сделать каждый, и здесь особых объяснений не нужно. Листочек нужно положить сверху, на ваш кулак. Кстати, абсолютно у всех по-разному, кто на какую руку кладет и кто какой бьет. Я всегда кладу на правую и бью левой, но все мои друзья правши кладут на левую и бьют правой. То есть, да, все мои друзья этим занимаются, потому что я всех обучаю. Кстати, платные курсы, ссылка в описании. Так вот, кто бьет левой, кто бьет правой, как вам удобнее. То есть, это все супер индивидуально, и я бью исключительно так, иначе у меня тоже получается, но намного хуже, мне не нравится. Итак, нужно положить листочек, чтобы он как можно более плотно прижался к вашей руке. Конечно же, во время удара он уже прижмется максимально плотно, и это случится. Но, если листочек сам по себе очень твердый, то никакого хлопка вы не добьетесь, и он не взорвется. То есть, он не взорвется, и вы не получите желаемого результата. Нужно, чтобы он лежал максимально плотно. Возможно, вам пригодится его слегка помять. Слегка помять листочек, да, для того, чтобы он более плотно прилег и с большей вероятностью взорвался. Итак, и нанести удар. Удар, как я наношу? Смотрите, моя рука вот такую форму принимает во время удара. То есть, вот, вот, вот он удар. Конечно же, приходится вот этой вот площадью. Так, видно, ребята? Вот, вот этой вот площадью. Вот этой площадью происходит удар по листочку. Ну, то есть, соответственно, для того, чтобы как две части одного механизма, ваш кулак и ваша ладонь взаимодействовали. Бум! Вот, бум! Бум! Вы прям должны почувствовать, вы должны почувствовать даже без листочка, что есть такой воздушный эффект, что, типа, воздух герметично выходит вниз, выходит вниз вашего кулака. Ну и вот. И таким образом, давайте я продемонстрирую еще раз вблизи. Производится сверху удар. Кто-то бьет вообще прямой рукой. Кому-то удобно, но мне это не подходит. Вот у меня вот здесь вот выпирает как-то вот эта вот кость, да, ладоневая. Ладоневая кость вот здесь выпирает, и я не могу нормально нанести удар. Поэтому все индивидуально, но вы должны понять принцип, да? Герметичность и хорошая сочетаемость вашего кулака и вашей ладони. Вот весь удар. То есть вот он только что был, я надеюсь, его было хорошо видно. И смотрите, у листочка взорвался ровно центр. Вы это видите? У листочка взорван ровно центр, то есть края остаются целыми. Вот выбивается центр. Иногда вылетает прям центральный фрагмент целиком вот так. Бум! И потом у вас снизу из ладони такие красивые фейерверки листочковые выпадывают. Вот так, господа. Удар должен быть достаточно сильным, но не слишком сильным, иначе вы просто-напросто будете очень сильно страдать из-за того, что вам будет очень больно. То есть вот давайте я вам попробую объяснить. Вы сами должны почувствовать необходимую силу удара. Начинайте со слабеньких ударов, со слабеньких, со слабеньких, со слабеньких. И вы как бы почувствуете, да, это все на опыте исключительно, это как езда на велосипеде. То есть, видите, вот я ударил хорошо, но недостаточно сильно. Но мне не больно, да, мне не больно, мне не больно. А потом я так вам ударил, и мне уже очень больно. Но зато листочек взорвался, как и должен был. Во время проб и ошибок у вас будет тысяча ужасно больных ударов. То есть вы будете страдать, вы будете плакать, вы будете швырять листочки и проклинать меня, вашего сенсея. Но через это необходимо пройти, чтобы стать мастером. Итак, я взрывал листочки вот такого вот размера. Вот такого вот размера, то есть вот такое вот маленькое отверстие я оставлял для этого листочка. Склал его аккуратненько вот так сверху, и вот так вот ударял, и тоже взрывал. Такие листочки вот такого размера. Еще, ребята, очень важный совет. Всегда проверяйте листочек, прежде чем его сорвать. На нем может быть смола, на нем может быть куча насекомых, которые могут нанести вам огромный вред. И в том числе убить, если это клещи, да. То есть проверяйте листочек всегда вот так, посмотрите сперва на него. Ну, вам не видно, как я срываю листочек. Давайте попробую показать. Вот я беру. Надеюсь, сейчас будет видно. Вот я такой, о, симпатичный листочек, да. Пац, сорвал. Предварительно проверив его. Взрывать можно листочки абсолютно любые. То есть не только можно взрывать листочки с определенного дерева или только с деревьев. Вы можете взять траву. Вот давайте я сейчас для примера возьму какую-нибудь траву. То есть вот, смотрим, да. Вот еще, смотрю, о, трава растет в лесу. Типа, оп, листочек тоже. Вот, это большая трава. Проверяю, вот, смотрю. У нее лист уже совсем другой структуры. То есть это вообще какой-то шелфей, да. Но шелфей точно так же можно взрывать. Я даже взрывал репейник, хотя это было сложно. Там нужно удар наносить очень сильный. Ребята, вот, например, я взял какую-то траву. Она прям, она как подушка мягкая. Но при этом я все равно справлюсь. То есть давайте вам покажу. Точно так же кладу, точно так же кладу. Надеюсь, видно. Главное, чтобы было видно. И. О! Как я и говорил. Вот, только что получилось. Я вам продемонстрировал. Вживую звук совершенно другой. То есть вы не думаете, что это какая-то фигня. На самом деле это восхитительный акт насилия над природой. Вы можете использовать абсолютно любые листы. Хрупкие листы, вот такие как у осины, будет взрывать сложнее. То есть сирень может там, черемуху, любое. Но вот хрупкие, как у осины, например, вы, скорее всего, не взорвете. И я, скорее всего, тоже не взорву. То есть они просто не приспособлены для этого. Поняли о чем я, да? То есть вы можете травку также срывать, да? Если нету деревьев поблизости, вы можете взрывать травку. Еще немного про удары. Удары могут быть очень болезненными. Очень болезненными. Особенно это чувствуется, когда вы промахиваетесь. То есть если вы ударили и попали, то у вас чувство эйфории от звука перекрывает абсолютно любые болевые ощущения. Но если вы промахнулись, то вам становится супер грустно, вы беситесь и усиливается болевое ощущение. Так всегда. То есть, ну, так не только в этом деле. В любом деле так, что негатив усиливает негативные ощущения. Я не могу даже промахнуться специально, но сейчас я постараюсь. Вот я попробую промахнуться там. Ну, опять взорвал. Ну, блин. Еще раз. Давайте. Вот я. Как-нибудь. Ну, по-другому. Ну, аааа. Вот это было очень больно. Потому что я ударил с большой силой. Это еще к чему? Вот рука красного цвета. И это абсолютно нормально. То есть она восстанавливается примерно минут за 20. И вы сможете снова приступать к хлопанию листочков. Да, если даже вам было перед этим очень больно. Но через это надо пройти. Чтобы научиться, через это надо пройти. Я думаю, я все смог рассказать. Вы можете учить вашу жену хлопать листочкой. Она потом будет вам благодарна до конца жизни. И наградит вас уважение за такое сокровенное знание. И это все благодаря мне. То есть, ребят. Я думаю, что это заслуживает не только лайка. Но и дизлайка. И отписки. То есть не забывайте обязательно. Ставить дизлайк и отписываться от канала. Вот, это было отлично. И опять же ровно центр. Все. Давайте попробую чисто ради интереса. Также ударить правой рукой по левой. То есть, говорю, все индивидуально. Даже если вы правша или левша, удары у вас могут быть просто супер отличаться от любого другого человека, правши или левши. В общем, не задумывайтесь об этом. Давайте попробую. Но это для меня сложно, сразу говорю. Ну, листочек порвался, но звука не было. Видите? Нету у меня такого сочетания хорошего. Еще раз. О, получилось. Думаю, что на этом можно закончить данный самый важный в мире видео урок. Чем листик крупнее, очевидно, тем его легче хлопнуть. Почему так происходит? Потому что он с большей вероятностью закроет всю вашу руку и ляжет герметично. То есть, видите, он целиком все нахрен покрывает. И я могу сделать большой цилиндр, да, из своего кулака. И ударить абсолютно. То есть, он вообще практически в любом случае взрывается. Поэтому берите листики покрупнее. И чтобы они были мягкие, не жесткие. Жесткие вы не пробьете. Я думаю, на сегодня это все. Хотел бы сказать вам, чтобы вы не делали это рядом с беременными женщинами. Или неподготовленными людьми. Только с людьми, которые имеют стойкую психику. Потому что можно очень сильно напугать, что война началась или метеорит упал. Это довольно опасно. Пробуйте, снимайте видосы, как вы взрываете листики на улице, в лесу или в городе. Делитесь этим роликом с друзьями. Всем пока!